Всех приветствую, друзья! Сегодня мы научимся с вами держать флажок. Как я всегда говорю, самый эффективный способ изучения любого статического элемента это непосредственные попытки упрощенных вариаций. Упрощенной вариацией флажка будет вертикальный флажок, либо ленивый, как называют. Затем мы просто все ниже, ниже, ниже опускаемся, стараемся фиксировать на том уровне, где нам максимально тяжело держаться. Постепенно наше тело будет привыкать к нагрузке, и вы сможете все ниже, ниже опускаться, пока не сможете опуститься полностью до горизонтального положения. Показываю. Зашли, вертикальный флажок. На начальном этапе тяжело будет подняться самим, поэтому мы поднимаемся по лестнице. Поднялся, выпрямился, фиксирую. Как только научились держать хотя бы 5 секунд, начинаем постепенно опускаться. Научились так фиксировать 5 секунд, опускаемся ниже. Так, потом так. Тяжело объяснять и показывать. Как только дошли до горизонтального положения, как вы могли заметить, у меня пресс, живот смотрел наверх, в такое положение. Как только дошли до горизонтального положения, 5 секунд научились держать, можете разворачивать тело. Показываю. Выше. Опустились. Развернули. Как только развернули, сразу сгибайте ноги. Так будет намного легче держать флажок. Сначала делаете согнутыми ногами, затем делаете ноги врозь, и затем остается просто свести ноги. Помните, что как только научились держать как минимум 5 секунд, допустим, согнутыми ногами, пробуем делать ноги врозь. Показываю. Вышли. Согнутые ноги врозь. Ноги вместе. Важный момент. Флажок нужно тренировать на обе стороны, так как потом может начаться мышечный дисбаланс. Важный момент во флажке, также, это то, что мы нижней рукой всегда толкаем себя, и она должна быть максимально ровной. И верхней рукой мы себя тянем. Хорошее подводящее упражнение, это мы просто, когда висим в упоре, ноги внизу. Мы вышли, нижний толкаем, верхний тянем. Также с другой стороны. Очень хорошее упражнение для новичков, поможет вам понять, как правильно напрягать здесь плечи, как их вставлять, и как фиксировать этот угол. Также не берите слишком широко, и не слишком узко, потому что так будет трудно держать. Найдите оптимальную ширину для себя. Для тех, кто не может понять, как держать угол, вот у вас есть вот это статическое упражнение, поможет вам держаться в этом положении. И также просто небольшие отталкивания. То есть, мы вот встали, хоп, и опустились. Хоп, и опустились. Как-то так, постарался висеть максимально просто, максимально доходчиво и понятно. Тут главное просто пробовать, тренироваться. Чем чаще пробуйте любые статические элементы, тем быстрее вы их освоите, тем быстрее наше тело поймет, как нужно напрягать те или иные мышцы, как просто фиксироваться в данном положении. База к флажку, считаю, 10-15 подтягиваний. Конечно, чем больше, тем лучше. В принципе, все. Пробуйте, тренируйтесь, пробуйте флажок, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Всем спасибо за просмотр, всем пока.